Но не только отчет главы НПК интересовал народных избранников. Вчера депутаты и коалиция не смогли договориться по вопросу счетной палаты. Сегодня обсуждали, кто виноват и когда голосовать снова. Почему новый состав не утвердили и смогут ли парламентарии реализовать все то, под чем подписались в меморандуме МВФ. Вот какие мнения слышала я. Сегодня в кулуарах Верховной Рады забочены не только приходом в парламент руководителей ведомств, но и вчерашним провальным голосованием за кандидатов в члены счетной палаты. О том, что нужно менять состав органа, который контролирует, сколько денег поступает в госбюджет, а также кто и как их использует, говорили весь предыдущий месяц. И вот вчера, когда дело дошло до сути, результата ноль. Вчера провалила Рахункову палату фракция Народного фронта, которая дала 7 голосов только в итоге. 7 голосов вместо 80, которые у них есть. Это, кстати, вчера они не только Рахункову палату похоронили, но и похоронили сказку о крепкости и надежности коалиции. В Народном фронте сегодня оправдываются и не скрывают. Хотели своих кандидатов. Рада должна была утвердить 9 новых членов. И в рейтинговом голосовании фронтовики поддержали каждую из предложенных комитетом кандидатур. Но итоговое назначение саботировали. Мы за то, чтобы в Рахункову палату была возможность подавать всем фракциям, всем группам. И это было, на самом деле, справедливым решением нашего парламента. Мы выключено на таких засадах попереджали, оголошивали, и это не было таемницей. Теперь парламент остался с декоративной счетной палатой. А ведь новый состав мог бы существенно усилить парламентский контроль над бюджетными деньгами. Ведь орган был бы подчетен ради. После расширения функции еще в 2015-м счетная палата могла бы проводить аудит всех операций с госсредствами и проверять всех от Кабмина до больницы. Я абсолютно уверена в том, что Народный фронт это сделал для того, чтобы сохранить статус-кво, сохранить старый залежный склад Рахунковой палаты и таким образом защитить все те коррупционные вещи, которые происходили в 2014-2015-2016 годах, когда премьер-министром был их Яценюн. И сегодня, который до сих пор не отвечает за те коррупционные злочины, которые были. Народный фронт так же хотел раздерибанить Рахунковую палату, хотя это выглядит на самом деле абсурдным, потому что в всех практически, в всех краинах, в всех парламентах света парламентский контрольный орган, орган, который контролирует использование бюджета, он отдаётся оппозиции. Теперь же после провального голосования бюджетный комитет заново будет проводить конкурс и выбирать новых кандидатов. А на это уйдет время. Впрочем, нардепам есть чем заняться. Например, выполнением условий, на которых Украина получила транш от МВФ. На жаль, уряд не был готов или не желал спортировать, в том числе, с депутатским корпусом, для того, чтобы узгодить хотя бы основные концепции тех реформ, под которые они потом подписались. Потому что нам, как законодательство, выполнить эти требования. А сроки для выполнения это поджимают. Уже до конца апреля нужно принять пенсионную реформу. До конца мая закон об обороте сельхозземель. Если в блоке Порошенко полны оптимизма, то у оппозиции совсем иные ожидания. Мы все-таки ожидаем звитки на следующем неделе. Для нас очень важно, чтобы мы его заслушали. Есть очень много нареканий на работу некоторых министров и министерств. И поэтому, я думаю, что после того, как он получит карт-бланш на продолжение работы, если он получит карт-бланш, я думаю, он придет уже за следующими своими инициативами. Я желаю, чтобы земельная реформа запрацювала. Будет там продаж, будет там обмін, будет там какие-то закладные для банков. Я буду поддерживать. Почему? Людина хочет продать землю, она имеет право это сделать. Мы считаем, что земля в результате опиниться в руках кольких семей, которые уже на подготовке, а также иноземцев. А фермеры, которые должны бы отродиться на украинской земле, станут найметами. Я не думаю, что будет готовность в сессийной зале голосовать за те вещи, которые написаны в меморандуме.